Андрей сегодня свой эфир провел, а я нет. Я тоже хочу. Привет, котики, привет. Лежу, загораю чуть-чуть. Было кофе. Как ваши дела? Привет, в Киев мы возвращаемся в конце мая, начале июня. Я буду, скорее всего, в Киеве. В принципе, в июне планирую быть в Киеве. У нас планируется открытие нашего пространства. Ко мне приедет один важный человек, наконец-то. Я так счастлива. Привет. Христос воскрес, да, уже, правда, заканчивается Пасха. И воистину воскрес вам тоже. С праздником, со светлым праздником вас. Грудь не болит. Я уже вообще могу просто лежать спокойно на сушах. Так прикольно, мне нравится. Мягенько, как... Так, сорян, если у меня там будут какие-то приколы на брекетах, это уже просто смириться с этим. Называется, Соня поела. Я уже вообще могу делать все с сушами, спокойно поднимать руки вверх и нагрузки, и лежать. Вообще, мне абсолютно комфортно, ничего не беспокоит. Благодарю вас, очень приятно. Вы тоже прекрасные, замечательные люди. Выгляжу я, конечно, как собака, но будете знать, что я так тоже могу выглядеть. А у нас второе число началось только. Вот час дня у нас второго числа. Так, очень много так. Хотите, я поотвечаю вам на вопросы, которые здесь будут. Вы можете задавать вопросы в окошке. Я буду отвечать. Дела у меня прекрасны. У меня очень интересный новый опыт. Сейчас проходит трансформации. Здорово. Отдыхаем, наблюдаем. Маме нравится ли Америка? Маме, как и мне, нравится путешествовать, нравится менять обстановку, нравится менять картинку. Это прикольно. Америка, конечно, нравится. Очень красивое место. Вы можете мамин аккаунт смотреть, на стори снимает, постоянно комментирует, что ей здесь очень нравится. Сколько я сейчас вешу? Честно, я так предполагаю, что где-то около 60 килограмм. Но я не знаю, я давно не взвешивалась. Я не хочу, честно говоря. Как мне Америка? Ну, смотрите, сложно судить только по Калифорнии о всей Америке. Но нюансов здесь в море. Ну, как бы, знаете как? Я люблю дом. Я люблю место, где я живу. Блин, я не знаю, как я сделаю. Так будет вам попа моя видна. Ну, да ладно, можете еще на попу не смотреть. Я люблю Киев, мне там хорошо, комфортно. Там прекрасно жить. И очень здорово, что есть возможность менять картинку. Я люблю путешествовать. Я люблю менять себе картинку, менять обстановку, смотреть что-то новое. Ну, это здорово, просто здорово. По Калифорнии. Я была в Америке только в Калифорнии и в Майами. Ну, как бы все, Майами в Орландо. Поэтому сложно судить. Но все равно, да, есть определенные там выводы, которые я могу сделать. О менталитете, о правилах, о системе, о том, плюс-минус, да, какие здесь люди, как здесь быт обустроен. Жить бы я здесь не стала. Вот так. Пока что жить бы я здесь не стала. Быть, отдыхать какое-то время прикольно. Быстро ли я привыкаю к смене часового пояса? Вы знаете, что я себе точно заметила? Что у меня очень много энергии. Я вообще человек, который адаптируется ко всему. И во всех ситуациях я как-то, ну, типа, окей. Типа, вчера я Андрею скинула картинку. Говорю, выставь это. Говорю, твой девиз. Когда, даже если что-то идет не по твоему плану, делай вид, что ты именно этого и хотел. Вот как бы я, у меня такая философия. Мне везде хорошо. Я везде беру с собой себя. И я как-то адаптируюсь ко всему. То есть я могу спать, могу не спать, могу несколько дней вообще без сна. Ну, типа, там по 2-3 часа спать. И мне все окей. Я получаю удовольствие просто от того, что со мной происходит. Я абсолютно живу на позитиве. Поэтому как-то, да, к смене часового пояса, наверное, здорово. Ну, здорово сильно, типа, чуть-чуть поспать в самолете. Вот выждать вот эти вот 12 часов там или, может быть, больше без сна, чтобы приехать и к ночи здесь уснуть. То есть и оно, в принципе, сразу меняется. Рассказать вам о менталитете в Америке. Я очень сильно боюсь кого-то обидеть. Но давайте я просто скажу свои выводы, а вы уже делайте выводы сами. Я могу быть не права, чисто мое субъективное наблюдение. Но у нас в Украине, да, ну и в России, думаю, плюс-минус так же, у нас вольный народ. Свободолюбивый, свободный, качающий, защищающий свои права, своё право на свободу. И, ну, наверное, какой-то более осознанный, более копающий вглубь. Не так, что, да, вот как государство сказало, как сказали, мы так и делаем. Мы, типа, только слушаемся. А здесь они очень, вот им сказали носить маски, и они носят маски везде. То есть, да, не просто в заведениях, а и на улице. Ещё могут тебе нагрубить там, что ты без маски на улице ходишь. Хотя такого правила нету, да, это как бы уже их личная инициатива. Я искренне удивляюсь, когда вижу в... Девочки ушли. В парках детей, которые гуляют в масках. Например, я видела тоже ребёнка, ну, из разряда Алиски тоже там где-то полтора года, родика, девочка просто в парке гуляет с папой, то есть даже без кого-либо ещё, даже без детей, в маске. На неё надели маску. Вот я для себя подумала, что мне нужно было бы сделать с оливкой, ей год и четыре, да, ей же не объяснишь, что надо носить маску, она бы её сдирала. То есть, как мне нужно было бы сломать ребёнка, заставить носить маску, чтобы она в ней ходила. Причём вообще ещё в парках, да, где ребёнок должен дышать воздухом. То есть здесь вот они очень системные люди, они очень послушные, вот у них есть чёткие правила, и они их полностью соблюдают. Например, здесь очень жёстко вот медицина, да, и все эти страховые компании, как они работают, да, какие миллиарды, миллиарды, наверное, триллионы зарабатывают, фармацевтические корпорации. Потому что здесь люди приходят, да, к врачу, у них же как работает. Что-то болит, выписали лекарство по страховой, и как бы, и все их пьют. Как бы они не копают здесь глубже, не идут там ещё к специалистам, да, сравнивать, там, а может быть, я к эндокринологу схожу, а может быть, к психосоматику покопаю, а может быть, можно альтернативные методы, а может, можно не сразу какую-то жёсткую фармацевтику фигачить, а там, не знаю, ну хотя бы там проконсультироваться у гомеопата, а может быть, можно вообще какие-то природные, естественно, альтернативные пути. А здесь нет, здесь всем выписали таблеточки, причём жёсткие, жёсткую фармацевтику, да, страховая-то проплатила фармкомпаниям, а люди пьют. И никто, ну то есть, как вот сказали, так и делают. Это, это то, что я наблюдаю. Как-то живут все в рутине, у них тут в шесть уже всё закрывается, все рестораны, все заведения, все магазины. С одной стороны, это прикольно, да, что как бы у людей есть своё личное время, то есть не отработали вот с утра до шести вечера и пошли домой к семье, ну а с другой стороны, ты после шести вообще не знаешь, что делать, куда идти. В общем, непривычно, ну им, наверное, нормально так комфортно жить. Для меня, для меня это всё странненько. Да, я думаю, что все американцы разные, но я же смотрю на большинство, да. Здесь, например, очень много, ну не знаю, грубо говорить, бомжей, да, ну людей без места жительства. То есть просто идёшь вот возле офиса в Гугл по Венису, по Венису, да, это хипстерское такое молодёжное популярное место туристическое, где всегда очень много народу. Сейчас там просто палатки, палатки, палатки из, простите, бомжей. Просто они настраивают себе там хижины и живут просто на улицах. Притом у них там у многих стоят какие-то серферские вот эти доски, они ещё как бы живут, кайфуются от жизни и просто прожигают. Ну как-то вот здесь очень по-другому, здесь для меня странно, для меня странно. Не хочу быть осуждающей, просто не мой тип, наверное, жизни, жизнеустройства. Так, может, такие сообщения. Когда замуж, хочешь ещё ребёнка? Почему попа сдувается? Какой бы вес хотела? Про Андрея, про Андрея, про Андрея. Планируешь ли ещё деток? Сейчас размер груди. Ой, не знаю даже, такое отвечать. Почему Луницу не снимаю, в смысле не снимаю? Смогла, давайте вот на такое отвечу, он вроде бы более интересный. Смогла ли бы я взять приёмного ребёнка? На данном этапе я, наверное, ещё не на том уровне, чтобы смочь. То есть у меня, во-первых, ещё свои детки маленькие. Я знаю, что есть очень большая разница отношения и реальной безусловной любви к своим деткам. И не знаю, насколько это сложно было бы принять ещё одного ребёнка. И чувствовать какое-то внутреннее противоречие, что, возможно, ты отдаёшь какой-то приоритет просто природно на уровне инстинктов своим детям. То есть мне было бы, ну не знаю, сейчас я точно не готова, сейчас я не на том уровне. Возможно, когда-нибудь что-то поменяется, не знаю, сейчас не смогла бы. Будет ли у меня летняя коллекция какая-то секси? Да, теперь у меня офигенные сисюши. И я офигенную коллекцию разработала для iPhone. Вот они её должны мне сейчас в течение недели полностью сделать. Она придёт в Киев, там Наташа просмотрит, мы померяем на одной девчонке. Потому что я пока не там, конечно, не могу это сделать. В общем, доработаем. И должно быть прям вау. Кто сейчас следит за домом? Наташа. Наташа осталась в Киеве. Она все мои моменты, которые нужно контролировать, как молечный ассистент, да, она всё контролирует. Там луницы, куда-то что-то отвезти, кого-то встретить. То есть то, что надо решать там на месте. Хорошо, что она там. Не хочу ли я пожить в других странах? Смотрите, что я думаю. Я уже, да, тоже это сказала. Что мне очень здорово живётся в Киеве. Вы знаете, я вот смотрю, что здесь в ЛАИ, вообще в Калифорнии такой лёгкий вайп. Вот все как-то налегкие, такие ленивенькие, знаете, чуть-чуть. В Киеве, конечно, совсем другая картинка. Такая серость, унылость и так далее. Но ты там постоянно включён. То есть ты постоянно... Там, знаете, такая рутина приятная. То есть ты постоянно хочешь что-то делать. Когда-то ехать, что-то решать. Расстояния не такие большие, да. То есть поехал с одним, встретился со вторым. Там ещё одну встречу организовал. В офис заехал, пошёл там в зал сходил. То есть как-то всё успеваешь. И ты постоянно в таком движи. А здесь такое слишком налегке. То есть когда хочется менять картинку, это очень здорово. Можно приехать в любую страну. Не знаю, захотел на зимовку в Таиланд. Захотел на Бали. И захотел полтора месяца в Лос-Анджелесе пожил. Захочу в Европу полечу. Ну то есть как бы здорово вот так. Здорово, когда есть такая возможность. И у меня такая возможность есть в Киеве. Живя в Киеве, зарабатывая деньги там. Так, давайте ещё что-то выберу. Так, давайте какие-то глубокие вопросы. Не про Андрея и мой вес, а что-то такое интересное. Будет ли продолжение Мама Лайф? Да, мы досняли серию. Приветики. Хочешь, приходи ко мне в эфир. Ты уходишь уже? Нет. Ты ко мне пришел? Нет, киев. Ван Андрей. Получается, здравствуйте. Всем доброе утро. А, у них вечер же. Да. Вечер, добрый вечер. Доброй ночи. Уже даже у них там мотивы. Доброй ночи. Давайте лайков Сони сюда накидайте. Зайка. Мама Лайф мы досняли здесь. Всего должно быть 10 серий. Все хорошо. И скажи им о том, что у тебя будет марафон медитации скоро. Да, мы с Андреем придумали офигенную штуку. Просто лежали, обсуждали и решили, что вообще медитации идеальная тема, которой я бы хотела заниматься. Потому что мне очень часто предлагают разные проекты, какие-то курсы свои запускать. А я так не хочу, это такое не мое. Уже столько всяких этих курсов и по заработку, и по всему остальному, и марафонов. Ну, как-то не мое. А медитация, вот прям отличная была идея. Так что мы сейчас этим занимаемся. И скоро будет мой курс медитаций, который мы сделаем с Андреем. То есть он будет мой, но Андрей мне поможет это все. Так. Какое сейчас душевное состояние? Посмотрите на меня. По-моему, все видно, какое у меня душевное состояние. Я вообще в кайфе, в удовольствии. У меня все хорошо. Привет, Викуня. Андрей не против путешествия со своими детьми? Не хотел бы вдвоем только с тобой. Ну, смотрите, Андрея не била, палками не заставляла сюда прилетать. Он сам согласился. Видите, включен, постоянно помогает. Значит, не против. Тут уже сами думайте, как это, почему происходит. Но он идеально справляется. Правда, очень сильно мне облегчает, улучшает жизнь, если можно так сказать. Боже мой. Хочешь, Андрея, детей? Андрей – твой парень. Минусы жизни в ЛА. Вы знаете, зайки, я думаю, что все настолько субъективно. У каждого, я уверена, в жизни есть свой уголочек, где ему комфортно, свой человек, с которым ему комфортно. Блин, кому-то нравятся там бородатые, брутальные, волосатые, огромные, а кому-то нравятся такие парниши, кучерявые, энергичные, живые, танцующие под музыку. Кому-то нравится в ЛА, в кайфе, на легком вайбе, чуть-чуть ленивенько, спокойненько, медленненько. А кому-то нравится в Киеве просто встречи, встречи, поездки, поездки, поездки. Дела, 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 офис. Мы все разные, поэтому я не знаю. Но для меня минусы, наверное, это вот слишком спокойно, довольно-таки дорого, очень системные люди. Очень все сложненько в плане, там, не знаю, машину снять, надо, там, не знаю, какое-то арендовать помещение, снять себе квартиру, дом, что угодно. Там надо иметь всякие кредитные истории, надо проходить собеседование. То есть тут прям, для меня тут сложненько. Вот, но это мои минусы, это чисто для меня. Для кого-то вообще это изи. Ой, вот это моя любимая тема. Почему дети не ходят в садик? Как же их социализация в обществе? Как же общение с другими детьми? Скажите мне, пожалуйста, зайки, неужели вы думаете, что социализация может проходить только в садике? Какая, по большому счету, может быть социализация в постоянно одной и той же обстановке? То есть ребенок каждый день с утра до вечера проводит время в одном и том же месте, где, грубо говоря, одна нянечка или две нянечки, воспитатель, да, или как там обычно устроено. То есть максимум трое взрослых, и тоже неизвестно каких, ну не факт, что прям 100% вами проверенных, и другие дети. Неужели вы считаете, что грамотная стопроцентная социализация может проходить именно, почему меня исчезают эти вопросы, и именно в обществе только детей? То есть на самом деле социализация – это то, что ребенок перенимает социальные навыки, да? Какие социальные навыки ребенок может принять у других детей? Что можно забрать игрушку сверху, ударить лопаткой? Ну то есть социализация – это разноплановое, постоянное общение в разных сферах. Садик – это неплохо. Я не против садиков, если что. Я вообще за то, что мир многообразный, многогранный, каждый выбирает то, что подходит ему, каждому свое и так далее. Я для своих детей выбрала более грамотный, более продуманный быт, да, более разнообразный. У моих детей, поверьте, Дэвид, просто Дэвид, которому 5,5, на площадке подходит к абсолютно любым детям, без какого-либо стеснения, без каких-либо там затыков, не знаю, и чего угодно, и говорит, ребят, давайте играться, давайте играть вместе. Или просто начинает с ними играть. Это вы думаете, что они не социализованный ребенок? У них несколько раз в неделю занятия английским языком. Точнее, занятия в английском как в садике. У Дэвида 4 часа, у Лолы 2. И там детки, они там все общаются на английском. И с ними там занимаются всякими развивашками. То есть у них там и детки, и взрослые, плюс еще обучение английскому. У Дэвида занятия тоже несколько раз в неделю джиу-джитсу, на котором тоже и детки, и тренер, мужская ролевая модель, которая прививает дисциплину. Они ходят вдвоем на футбик. Там тоже и дети, и тренера. Они ходят в школу Лены Куликовой. Там, скажите мне, пожалуйста, учителя, назовем это так. То есть они постоянно, у меня, если вы наблюдаете, гуляют на детских площадках, в детских центрах, всяких развивающих комнатах. В торговые центры мы ходим в эти детские комнаты. У них очень разноплановый быт. У них очень разнообразная жизнь. И у них разноплановая социализация. И я считаю, что я все сделала правильно. Я вижу, что они у меня очень развитые. И хвалят на всех занятиях. Блин, Оливка в год и четыре уже разговаривает, как и сама вообще все сама. Все прекрасно. Прекрасные социализованные дети. Развитые, общительные, коммуникабельные, живые. А что тут садик? Ну, ходят они туда. Еще столько этой рутины будет, когда пришел утром, весь день там провел, вечером ушел. Потом еще школа, работа. Кто знает, куда жизнь поведет. Пускай наслаждаются, кайфуют, развиваются. И меняют обстановку. Вот так. Поэтому вот эти все приколы социализации я вообще даже не принимаю на свой счет. Почему все вопросы об Андрея? Так. Благодарю вас. Очень много позитивного. Я тоже читаю. Очень приятно. Ближайший мой самый интересный проект это открытие пространства Луницы в Киеве. Мы в июне открываем. Это будет просто нечто совершенно новое, нечто совершенно прекрасное. Это будет не просто какой-то там типичный салон, да. А это будет правда волшебное такое, мы его называем, место силы, где можно будет и прийти, и вкусно покушать, и попробовать нашу косметику, сделать себе уходовые процедурки, и сходить на какую-то интересную лекцию, познакомиться, встретиться со мной. Вот. И отдохнуть, и расслабиться, и кайфануть. И мы его открываем в июне, и после этого сразу же развиваем франчайзинговую сеть. Я планирую открытие еще таких же пространств. Я хочу после этого сразу начать открывать большое для мамочек с детьми в Киеве, прям гораздо больше, и открывать в разных городах и странах. Вот так. Это мой план на ближайшее время. Так, что еще вы тут пишете интересненького? На что нужно сдать анализы, если апатия, на все? Смотрите, на самом деле, я всегда, если какие-то вопросы к своему здоровью, причем любому психологическому, эмоциональному или физическому, я всегда говорю, что нужно рассматривать организм как целостную систему. То есть мы не можем просто подумать, там, ой, апатия — это там из-за дефицитов, или ой, апатия — это потому, что там, не знаю, рассталась с парнем, или там, ой, выпадают волосы, потому что родила. То есть все оно работает в системе, в купе, так скажем, в механизме в одном огромном целостном. Поэтому стоит смотреть на все составляющие. И на свою энергию, и на свое психоэмоциональное состояние, и какой уровень стресса, где что перемоционировало, где, не знаю, где перенервничало, и на свое питание, да, и на отношения к здоровью. И сдавать анализы — это просто обязательно. И я говорю, что, почему я не рассматриваю, да, или не так, не с таким доверием отношусь к классической медицине, потому что в классической медицине даже не интересуются этим всем. Ты приходишь, говоришь, меня что-то беспокоит, они не сильно ищут причину. Они такие, окей, давайте это устранять, да, и тоже прописывают какие-то таблеточки. И даже если рекомендуют сдать анализы, то что обычно сдают? ОАК — общий анализ крови, да, я там мочаю, может быть, кал, ну, типа, и что с этого? Это вообще не показательно. То есть это тоже надо, конечно, отслеживать периодически, но подробные анализы на дефицитное состояние, а это там железо, ферритин, гемоглобин, фолиевая кислота, не знаю, всякие ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, да, и B12, и, короче, всё это, у меня есть этот список весь в Телеграме, это всё нужно смотреть, потому что дефицитное состояние, они, конечно же, провоцируют и проблемы гормональные, и, в принципе, потом эмоциональные, да, и апатия может появляться, и волос выпадать, и всё что угодно на самом деле, то есть разные другие истории в организме, но при этом и смотреть на другие составляющие, психоэмоциональные, тоже очень важно. Про погружение, вот у меня вопрос, расскажите про погружение, что вы увидели. Честно, я, наверное, смотрите, мне очень часто говорят, что я в Инстаграме там, типа, сильно всё рассказываю, вообще всё и вываливаю, все свои проблемы и все подробности, на самом деле нет. В моём Инстаграме я всегда знаю, что я хочу показать, что я хочу открыть, что я бы хотела скрыть, сейчас не готова, да, в подробностях рассказывать. Вот, наверное, моё погружение, это такое то, что мне нужно было лично прожить, именно мой внутренний опыт, которым в подробностях я не готова делиться, потому что хочу это оставить с собой. Но если вкратце скажу так, что я вообще, давайте, я хочу поговорить о самокопании, то, к чему я пришла за последнее время. Самокопание хреновое на самом деле, то есть постоянный анализ, постоянное желание заглянуть вглубь себя, а почему, что произошло. Знаете, как есть тоже прикольное выражение, всё было так хорошо, пока я не решил задуматься, почему. То есть типа всё прекрасно, а потом начинаешь думать, а что, а что эта ситуация меня учит, а почему так, а для чего это мне дано. То есть это чрезмерное самокопание, оно очень сильно забирает, вы очень сильно туда сливаете, многие там залипают, вот эта вся духовность. Я за последнее время очень много разных людей встречала, с которыми я общалась, которые мне рассказывают про какие-то там духовные игры, где они там ищут своё предназначение, про всякие там айаваски и всякую подобную хуету, которой я… Это не хуета, когда это без залипания, скажем так, когда я ничего не раздвигаю, у меня ножки вместе, всё хорошо, когда у вас есть запрос, то есть вот прям чёткий запрос, что вас сейчас беспокоит. То есть там мне было, я не могла жить уже с этой болью, у потери, мне действительно, я её как бы проживала полгода, проживала как могла, но она у меня тянула, я не скажу, что я вот прям на 100% её отработала, но мне стало гораздо легче, но она прям тянула из меня очень сильно, и у меня был запрос конкретно на это. Если есть проблемы в отношениях, то есть есть запрос именно на проблемы в отношениях, если есть запрос на какие-то ваши изменения сейчас, вот вам плохо, вот прям сейчас, то это надо отрабатывать. И причём отрабатывать там, где вам откликается, где вы чувствуете внутренний отклик. То есть ходите, пожалуйста, чувствуйте, что вам надо к кормологу, идите к кормологу, чувствуйте, что вам на ваш вопрос ответит астролог, идите к астрологу, чувствуйте, что прям вот именно с кукухой непорядок, то надо прям терапия полноценная, чувствуете, что терапия не помогает, а нужно куда-то глубин накопнуть, окей, в погружение, но не так, что ты постоянно-постоянно, сейчас я отработаю весь свой род, всех своих прабабок, потом узнаю всё о своих прошлых жизнях, идти в погружение и, не знаю, узнавать о своих прошлых жизнях просто ради прикола, типа я хочу знать, кем я был в прошлой жизни, ну типа для чего, господи, у тебя есть эта жизнь, наслаждайся, пожалуйста, живи, кайфуй. А люди очень много любят залипать, и вот эти вот, знаете, когда мне люди говорят, а я уже сделал там 10 вот этих процедур айаваски, и типа хочу ещё, а у меня вот мой наставник, он уже сделал там типа 600, я такая думаю, ого, люди залипают просто в это, да, или там постоянные медитации, ну кому-то помогают, но когда это нечрезмерно, знаете, когда ты думаешь, о, я такой весь духовный, тут медитирую, прохожу практики и так далее, и весь такой прям высокоразвитый, и всё у меня суперклассно, по факту непонятно, от чего ты бежишь. То есть, очень многие правда залипают, и это плохо. Поэтому у меня был на погружение запрос, сначала даже не на отработку боли, а потом поняла, что это была, видимо, такая основная, основной момент, который мне мешал. У меня был запрос на мою легкость, потому что за последние полгода я, это то, чем я готова поделиться без там сильных подробностей, да, я за последние полгода стала очень тяжелой. И не в плане, и не в плане веса, вес это тоже психосоматический, естественно, он так и проявился. Я прям ощущала себя уже, знаете, такой бабой, которая все на себе тянет. Я очень сильно грузилась вот этой болью, я потеряла свою легкость, вот эту жизнерадостность, потому что я себя знаю, ну как вы меня, наверное, сейчас особенно видите вот с Андреем. Андрей меня там учат заново. Я такая, я девочка, мне все говорят, да, я светлая, я добрая, я позитивная, я всегда всех люблю, я всегда всем довольна, я радуюсь жизни. То есть у меня, если что-то происходит, знаете, в жизни, там, не знаю, там потеряла карту, и такая, ну, блин, потеряла карту, думаю, ну, значит, так надо, ничего страшного, что-нибудь придумаем. То есть у меня нет такого, все, блядь, потеряла карту, что теперь делать, почему, что это за жизнь, почему я, за что мне такое, у меня такого не бывает. Я очень как-то на позитиве, я очень лёгкая всегда была. И я могу ходить, танцевать, радоваться всему, радоваться во погоде, дождику, не знаю, всему. Я такой была раньше, а за последние полгода всё это меня так пригрузило, этот груз ответственности, потеря близкого человека, мой лишний вес, и я уже себя чувствовала прям такой, знаете, пригруженной, тяжёлой. Я не могла быть такой, как я была. Я шла с запросом на отработку этого. Я поняла, что основной вот этот груз, который я на себе тащила, это был груз потери, недопрожитая боль. Но я шла, знаете как, чуть-чуть оставаясь скептичной. На самом деле это всегда правильный вариант. Чуть-чуть всегда сохранять здравый смысл, здравый рассудок, уметь анализировать, а не залипать опять же. Да, там попа. Вот бугорки, которые вы видите на фоне пальмы. Видите, у меня пальма из попа растёт. Вот. Мне, как это, голожопый философ, господи, рассказывает о погружениях в прошлой жизни с жопой в стрингах. Сейчас я уже представляю, что вы там пишете себе, обсуждаете. Ну да ладно. И я была довольно скептична. То есть мне очень, я читала этот аккаунт, да, Танечки, она мне очень нравилась, мне откликалась. Но я всё равно думала, ну типа, не знаю, в прошлой жизни. Я, конечно, как бы в это верю, но не так, чтобы прям сильно туда нырять, скажем так. И мне посоветовала одна девочка, которая для меня, скажем так, интересная, да, авторитетная в какой-то степени. Я решила, окей, ну попробую, по крайней мере попробую. И шла я в это погружение, думая, что, ну думаю, что, блин, ну не знаю, ну я сомневаюсь. Ну посмотрим, что из этого получится, там уже решим. Ну не получится, значит, как бы, значит, не надо мне это. И это такое, знаете, состояние полумедитативное, полугипнотическое, когда ты уходишь в себя, перепроживаешь ситуацию, и потом как бы на опыте души как бы смотришь, да, галажа по философу, смотришь на весь свой опыт как бы со стороны. И я настолько, я реально увидела свою прошлую жизнь, я не готова с вами делиться, что это было, но до последнего, ты знаете, как это происходит? Ты в этом гипнотическом состоянии таком, тебе приходят образы, условно это не визуально, то есть ты прям видишь, да, а это вот как будто ты, вот вспомните, я не знаю, свою любую какую-то ситуацию из прошлого. Вот это не визуально, то есть вы чувствуете, да, вы как бы, вам приходят, эти образы приходят, как память. И я вижу какую-то картинку, себя ты женщиной, вижу, что происходит вокруг, и я до последнего не понимаю. То есть мне гипнолог задаёт вопросы, я думаю, да нет, это какое-то моё воображение, что-то там выдаёт из какого-то фильма, не знаю, типа какая-то фигня. То есть я до последнего думала, что я не понимаю, почему я это вижу, ну как бы ладно, я это вижу, посмотрим, что из этого получится. И под конец сеанса это настолько действительно логично получилось вообще, что это, почему, для чего. Я очень была удивлена, то есть для меня это было на грани с реальностью, то есть как такое вообще возможно, и очень удивительно. И я перепрожила заново ситуацию потери, потому что вот этим могу поделиться. Я заново вошла в ту ситуацию, где узнала о том, что Димы нет, и проживая эту ситуацию, то есть она говорит, окей, тебе говорят, да, что ваш муж умер, что ты чувствуешь? А я вижу заново, да, проживая эту ситуацию, я понимаю, что я слышу эти слова, и всё, и дальше пустота. То есть дальше просто какой-то фоновый шум, там что-то происходит вокруг, и этого уже ничего нету. Просто у меня вот так белая пустота перед глазами, знаете, как ёжик в тумане. Всё, и дальше пустота после этого. И то есть это для меня настолько был шок, что я не в состоянии была даже понять вообще. Вы уже помните, я даже в сторис выходила. Я выходила на полном автомате, я вообще не осознавала, что происходит. И вот эту боль заново прожить, понять, что я чувствовала, отпустить, договориться, вот это было очень важно. Я рыдала в этом погружении, я даже не поняла, почему. То есть мне уже казалось, что я уже всё отпустила, прожила, уже вроде бы не так мне больно последнее время. Но просто в один момент у меня слёзы просто начали литься градом, слёзы, сопли, вот так просто всё у меня залило, всю постель. Я всю постель поменяла, у меня просто я рыдала, ну то есть вся боль-то вышла. И действительно после этого прям стало гораздо лучше. И интересно, что, знаете, все же ситуации всё равно для чего-то нам даются. Лучше сильно прям много не анализировать, но мы же можем так отслеживать со стороны. И я шла в это погружение на отработку своей лёгкости. И прямо после этого мы узнали, что Наташе не дают визу, я лечу в Америку с Андреем. И Андрей — это вот прям моя отработка моей лёгкости, потому что мы с ним, я не знаю даже, как это назвать, мы с ним тупо одинаковые. Вот мы просто как две одинаковых души. Мы читаем друг друга мысли. Мы сегодня даже решили проверить. Он такой, окей, загадай число сейчас. Вот прям загадай, а я тебе его скажу. Я загадываю, и он говорит это число. Именно это. Как это реально? То есть я могу сидеть, думать там, что я хочу включить музыку, и он включает именно эту музыку. Я хочу там, не знаю, а, мы решили сегодня тоже расписать план поездок. У нас есть там план был на какой-то один день. Я такая думала, так, мне сейчас надо записать это. И вижу, он уже только что это в заметку записал. То есть мы настолько одинаково всё проживаем, и мы одинаково относимся к жизни. Мы одинаково думаем о жизни. У нас очень похожий способ мышления. У нас очень вот эта вот лёгкость и позитивность. И, наверное, вот эта поездка именно с Андреем мне нужна была для того, чтобы снова вернуть вот эту свою любовь к жизни, свою лёгкость, свой вот этот вайп кайфа, да, когда ты просто можешь... Я не знаю, вы не можете же видеть меня со стороны здесь, но я просто могу стоять в магазине и танцевать. Просто так. У меня в голове играет музыка, а я просто танцую. Дети вокруг носятся, что-то там кричат, балуются. Я просто стою, пританцовываю. Мне просто в кайф. Мы с ним едем в машине. А почему вам снимают, да? Ну, тупые видео, что мы сидим и поём танцуем в машине. Согласна, тупенько. Но я почему это показываю? Потому что это так здорово вообще кайфовать от мелочей. Или вчера тоже, я потом выставлю в сториз, когда едем, там эти облака, красивый закат, и ты просто думаешь, господи, ну как же прекрасно. Я благодарю свою жизнь. То есть просто вот эта лёгкость, вот этот вот вайб такого наслаждения жизнью, такой кайфовости, такого позитива постоянного, энергичности, наполненности, причём абсолютно вне зависимости от обстоятельств. На самом деле нам действительно здесь сложненько. Мы с тремя детьми, у детей стресс. Появился какой-то новый человек в семье, который тоже тут расставляет свои границы, да, какие-то новые правила выстраивают границы. Боже мой, дисциплину и так далее. Сейчас ещё 10 раз повторю слово границы. И тупо одинаковые даже. Вот. Новая обстановка. Из их привычной, у них же уже в Киеве как? У них есть режим, у них уже всё налажено. То есть, да, там столько-то раз в неделю одни занятия, столько-то другие. Так, ещё если кто-то напишет, что кто-то гей, заблокирую сразу. Вообще никто не гей. Я вообще даже не позволяю так выражаться. Андрей один, не знаю, наверное, даже самый мужественный мужчина, которого я знаю в своей жизни. Я запрещаю вам такое писать. Буду за это жёстко блочить. Я это не приемлю оскорблять моих близких людей. Вот. И что я говорю? И когда вот вокруг что-то происходит, мы тоже, мы там... Я забыла снять деньги. Я приехала из-за вообще без налички. Карты тоже забыла. То есть у меня просто Наташа в кармане осталась. Она мне должна была передать, а у неё осталось. У Наташи что-то случилось, но мою карту потеряла. Мы здесь с Андреем, мы должны были идти на свидание. И прям просто выходим из машины, приходим в ресторан, садимся. Мы говорим, у вас есть Apple Pay? Они говорят, нет. Мы понимаем, что карты нет, она где-то потерялась. Ну, мы такие, ну, блин, ну ок. Ну, значит так, да. То есть нам дали машину, которая просто насквозь прокурена травкой. Она просто прокурена, она воняет насквозь травкой. Ну, мы такие, ну, ладно, как бы. То есть, ну, ко всему окей. Ко всему легко. То есть не… Вы всегда выбираете. У вас, знаете, представьте, что у вас внутренне есть такой тумблер, который вы можете переключать. Вы всегда выбираете свою реакцию. Мы можем управлять жизнью, меняя отношение к ней. То есть любую ситуацию расценивать, как… Ну, там, я же говорю, да, там потерял карту, можно… Блин, за что мне это? Почему это всё время случается со мной? Почему так? Как теперь быть? Что делать? Либо такой, ну, блин, ну, что-то придумаем. Ладно, ну, потерял карту. Буду теперь внимательнее, да. То есть как бы выносить из этого. Я уже приводила, да, пример про дождь. Когда-то фу, погода ужасная, дождь, как плохо, ненавижу, ненавижу дождь. Либо подумать, ну, окей, сегодня я смогу надеть там классный лук, свои там сапоги чёрные, которые я так люблю, да, и прикольно, хоть передохнём от жары. То есть всегда мы можем выбирать свою реакцию. И даже когда-то, когда случается что-то такое, ну, не совсем приятное, скажем, мы можем думать, ок, ок, типа, что я могу в этой ситуации изменить? Могу ли что-то? Окей, значит, действуем для того, чтобы это изменить. Не могу поменять, но окей, значит, будем действовать из того, что есть. Мы тоже вот с Андреем должны были ехать на скутерах. Видим по карте там приложение, которое отслеживает все скутеры, где они находятся. Приходим, что там, сосочки видно? Не, не видно сосочки, не надо мне такого писать. Вот, смотрим, два самоката на один разряженный. Такая, блин, что, на одном ехать? Я не хочу на одном ехать. Мы такие, ну, типа, окей, что мы можем сделать в этой ситуации? Ничего, доехать до ближайшего самоката. Если встали вдвоем на этот самокат, то я как коала в него вцепилась, вдвоем едем до следующего самоката. Стремненько, по дороге машины едут, еще кочки, ты на них подпрыгиваешь. Но думаешь, ну, окей, значит, так, прикольно тоже, давай от этого покайфуем. Невкусный кофе, ты думаешь, ну, типа, знаете, это вот как Андрей мне тоже говорил, что прикольная вот ситуация, да, когда, допустим, тебе в ресторане приносят невкусный чай. Кто-то попробует, подумает, ну, ладно, невкусный чай, ну, там, не знаю, ну, закажу другой. Кто-то подумает, господи, фу, почему такой невкусный чай, ну, почему опять мне принесли невкусный чай, ну, что за фигня происходит, да. Кто-то, там, начнет ругаться, там, вызовет официанта, скажет, что у вас тут за чай плохой, почему мне такое принесли, что это за жесть. Кто-то подумает, ну, блин, ладно, невкусный, ну, зато он стоит дорого. Может, может быть, он правда вкусный, может, если он другим нравится, я сейчас распробую. То есть все мы так по-разному выбираем реагировать на разные ситуации, и это так круто. И вот эта лёгкость, да, вот это то, о чём там сейчас Андрей у себя рассказывает на марафоне про энергии, на самом деле, правда, прикольно, потому что мы свою жизнь настолько строим своим к ней отношениям, и быть просто на позитиве, в лёгкости, полным энергии, радоваться жизни, кайфовать от всего — это очень-очень здорово. Благодарю вас, да. Жизнь должна быть в кайф. Жизнь должна быть в кайф. Я, честно, я уже сама подумаю о своих каких-то, не знаю, либо марафоне, либо что-то такое сделать, именно вот жизнь в кайф. Потому что есть уже, да, там и тренера по счастью, и тренера по финансам, и всякие там «прокачай себя». Вот Андрей сделал про энергию, это, наверное, самый классный вариант, потому что от нашей энергии, от нашей ресурсности зависит всё. А я хочу именно вот про кайф, вот прямо моё. Потому что я настолько научилась уже, знаете, из любой ситуации, как мне говорят, вот как не реагировать. Недавно с девочкой сидела здесь, с местной, обсуждала, моя давно подписчица, она мне говорит, «Сонь, вот как не реагировать на негатив?» Я такая сижу, думаю, говорю, блин, ну не знаю, ну просто не реагировать. Она говорит, ну я понимаю, ну вот как, ну вот как типа от этого отключиться? Я просто понимаю, что у меня, ну как-то даже нету, я же не могу дать какую-то чёткую схему, какой-то последовательный план, как не реагировать. Потому что это тоже то, что ты выбираешь. И понятное дело, что это мой долгий ментальный рост, потому что я уже там со своими хейтерами, да сколько я блогер, с 14-го года, и, наверное, там в первый раз в 15-16-м с этим столкнулась. И уже столько лет я как бы и сталкиваюсь с негативом. Я помню весь этот свой рост, да, всю эту трансформацию, когда сначала ты читаешь, и тебе обидно, и больно, и неприятно, и ты думаешь, нет, сначала ты удивляешь, ты думаешь, как люди такое могут написать? То есть как просто посторонний человек, который меня не знает, может зайти и меня оскорбить? Ты искренне удивляешься, потому что ты не такой. То есть я как бы человек, который вообще лишнего слова не скажет, если его не спросят. И даже если спросят, скажет максимально корректно, ну как бы максимально, чтобы не обидеть, чтобы объяснить, что это мое общесубъективное мнение. Да, даже мы там сегодня с Андреем тоже обсуждали. Я говорю, Андрей, можно тебе чуть-чуть скажу свое мнение по поводу этого? Говорю, что это не критика, ну как бы если тебе интересно послушать, поделюсь опытом. Он говорит, да, конечно, да. Я как бы сказала, я говорю, ну просто имею в виду, я не критикую, как бы это вот просто субъективно, как я думаю. То есть как бы это я, да, и я, ну и в жизни так, и со всеми. А тут люди, которые вообще там пишут, фу, там уродливая, страшная, тупая, мать херовая. И ты читаешь сначала, в начале, да, в каком-нибудь 15-м году думаешь, как такое возможно, что люди такие? Потом тебе обидно и больно, ты, особенно, да, если у тебя там низкая самооценка, ты думаешь, блин, ну я же хорошая, ну почему бы мне так пишут, я же этого не заслужила. Ну вот прям, вот это прям искренне больно, потому что ты думаешь, блин, я же вроде все делаешь, вроде хорошая мама, я так стараюсь, я никого не обижаю, я ко всем с позитивом, а мне пишут такое, это прям больно и обидно. Потом ты снова не понимаешь, как люди вообще на такое способны, почему они это делают, зачем. Потом ты начинаешь на них злиться, думать, господи, они такие тупые, конченые, там меня обижают, и в ответ, да, на это как бы провоцироваться. Потом ты начинаешь их жалеть, типа, блин, они, наверное, такие несчастные, что они вот такое могут делать, что они могут такое писать. Им, наверное, так плохо и больно в жизни, пожелаю-ка я им добра. А потом приходишь в один момент к тому, что, блядь, каждый выбирает, что хочет. Вот они выбирают жить унылыми какашками негативными, они думают, что, блядь, мы их выбор, ну пускай мне пишут, что я шлюха страшная, с волосатой жопой, и вообще никому не нужна с тремя прицепами. Ну я такая, ну, получается так, ну пускай себе так думают. Ну то есть у меня реально уже просто меня это уже даже не трогает, потому что я подумала, что, окей, они это выбирают, они имеют на это право думать себе, что хотят. Ну пишут, конечно, ну заблокирую, если это прям из ряда вон выходящее, да, как бы это уже я могу как бы обозначить свои границы. И просто, да, кто что хочет, то и носит с собой, да, свои грузы. И у кого что в избытке, тот тем и делится, получается. И получается, что ты просто в это не включаешься, ты не реагируешь на это, тебе не нужен этот негатив, это твой выбор, ты его не принимаешь, да. Тебе дают какую-то вещь, вот если аналогию провести, дают в руки, говорят, держи. Ты можешь взять и там сказать, фу, мне это не надо, мне это не нравится вообще, забери, да. А потом чувствовать себя как будто, блин, зачем я это взял. Ты можешь взять и сказать, да, спасибо, и там прогрузиться. А можешь просто сказать, нет, мне это не надо, я это не беру, извините, пожалуйста. Нет, я не сгорю, надеюсь. Если сгорю, то потом все вместе в сторис посочувствуем, позлорадствуем в моей красной жопе. Поэтому жизнь это все про выбор, все про выбор. Ваши реакции на что-то, это ваш выбор, ваше настроение, это ваш выбор. И знаете еще, что очень важно? Важно не стремиться к идеальности, важно не стремиться к постоянному позитиву. То есть невозможно, конечно же, знаете, ну типа на деле легко сказать, когда мне там пишут, Соня, как пережить расставание с парнем? Я такая отвечаю, типа, ну а как бы принять, что? Это просто, ну как бы это прощание, да, это выход на новый уровень. Окей, типа, человек, который вам не нужен, ушел из вашей жизни, будет другой человек. То есть со стороны, свысока на это легко посмотреть по другим углам. Но ты понимаешь, что когда ты в этой ситуации, когда тебе больно, ну потому что ты же человек, ты же живой, тебя же реально задело, ты же, ну что ты испытывал к этому человеку, тебе больно. Ты же это по-другому чувствуешь сейчас, когда ты, да, типа, you are in, когда ты вот сейчас в этом. И, конечно, очень важно уметь немножечко отстраниться, посмотреть на свой опыт со стороны и подумать, насколько действительно он вот такая вот глобальная проблема, да. То есть глобально как бы ничего не произошло, все хорошо, да, если со стороны. Но я сейчас в этом. Я даю себе право прожить. Я не обязан быть постоянно позитивным, веселым, танцующим, улыбающимся. Я могу быть и унылой какашкой там иногда, я могу и прогрустить, я могу и поэмоционировать, я имею право на то, чтобы злиться в конце концов. Да, я могу разозлиться, если меня кто-то разозлит. Я имею на это право. И вы должны себе позволять это иногда делать. Не быть постоянно злым, агрессивным и унылым. Ну и постоянно на позитиве тоже невозможно. Мы же все живые, мы же все в социуме живем со своими проблемами, траблами и так далее. Вот, поэтому надо прожить, дать себе, поэмоционировать, отпустить и потом снова настроиться на легкий вайп. Вот так вот. Ой, Соня и ресурсность. Опять снова смотрю вопросы про Андрея, про Андрея, про Андрея, про Андрея. Давайте не про Андрея. Давайте про что-то более интересное, глубокое. Давайте я буду просто здесь читать. Когда начну петь, ой, у меня вообще, да, большие планы на жизнь. Я действительно хочу делать столько всего. И в этом тоже такой кайф жизни. Когда ты не сидишь и думаешь, блин, где бы мне еще заработать, чем бы себя еще занять, что я вообще хочу, что я вообще могу. А просто ты ловишь себя на мысли, что, блин, а было бы прикольно попробовать. И пробуешь, и потом думаешь, нравится мне или нет. То есть у меня действительно, ну, например, даже вот цели сейчас, то, что я развиваю свои бизнесы, да, то, что я открываю пространство, это вообще не финальные цели. Ну, то есть для меня это точки роста новые. Я знаю, что я открою у Луницы пространство и хочу сразу открывать еще и еще, развивать франчайзинг. Я знаю, что там сейчас у меня стифонли вот такой, но я хочу еще больше коллекции, потом на наличие, потом разноплановое все, потом там добавить каких-то аксессуаров, нижнего белья, вообще вывезти в оффлайн и так далее. То есть у меня сейчас я купила дом один, да, он там не стоил 600 тысяч долларов. Но я такая, ну окей, типа, это классный дом, а я хочу еще лучше сейчас. Я хочу, типа, вот в перспективе еще построить, ну, может уже с мужчиной вместе, да, строить прямо там на 500 квадратов. И точно так же и свои ощущения. То есть я хочу красивое тело. Что мне хотелось бы для этого делать? Какую активность бы я для себя выбрала? То есть я думаю, что, ну, типа, пахать, пацаны, знаете, вот все вот эти там бикинистки, бодибилдеры, такие прям спортсмены заядлые. Вот те, которые именно сильно на этом залипши, они скучные, они живут только залом. У них вся жизнь это зал-зал-зал, режим-режим-режим, съесть курогрудку, вовремя успеть поесть, вовремя успеть лечь спать. И постоянно как бы на этом фокус. А прикольно, когда, ну, как бы, да, но потом зато, конечно, получаешь идеальное тело, да, в плане спорта, в плане формы. А можно просто совмещать, ну, как бы, хотеть здоровое, красивое, потянутое тело, и там чуть-чуть зала, чуть-чуть тверка, чуть-чуть пойти на групповые, там чуть-чуть побегать, просто с детьми побеситься, погулять. И активность, активность, жизнь, понимаете? Жизнь, надо жить, надо жизнь чувствовать во всех ее проявлениях. Я захотела, вот я сейчас хочу на курсы экстремального вождения. Я, чтобы вы понимали, вожу, наверное, месяца три. Я научилась в декабре, я в декабре, по-моему, только начала учиться. И я уже офигенно вожу. То есть я сажусь за любую машину, там вот я уже что водила? Я уже Porsche Cayenne водила, Mercedes водила, Nissan Z водила, Tesla 2 водила, Tesla, и X, и 3. Водила 911 Андрея, водила, что еще водила? Toyota свою водила. То есть я действительно уже, ну, не знаю, больше 10 машин разных. И я понимаю, что я спокойно вообще... Да, голожопа эксперт. Голожопа эксперт. Привет, это я. Что я спокойно сажусь за руль любой машины, вообще без раздумий. Даже не надо там время, чтобы подстроиться, вспомнить, не знаю, там, как-то настроиться, разобраться. Нет, я просто сажусь и еду. И мне настолько кайфово, я так кайфую водить. Кстати, здесь не так, в Киеве больше. Здесь очень сложненько. Почему? Потому что здесь очень большой поток, очень много полос. Все водят по-разному, быстро перестраиваются. То есть ты постоянно в фокусе, тут не погоняешь. И, ну, сложненько. То есть ты постоянно в фокусе, не расслабишься. В Киеве я на кайфе, таком на расслабоне, знаете, езжу, где-то могу там поднажать, где-то просто в пробке постоять, я тоже там под музыку потанцевать. Здесь чуть-чуть по-другому. Ну, может быть, в этом тоже свои вайпы, к этому надо просто привыкнуть. Вот. И я сейчас такая думаю, типа, окей, я научилась водить, ну, типа, ну, это же не финалочка, давайте, пожалуйста, на курсы экстремального вождения. То есть это не хвастовство, это я делюсь своим опытом, если что. Видно волосики на попе. Факт обо мне, у меня волосатая попа, у меня еще и спина волосатая. В принципе, я пушистенькая, я пушистенькая. Это называется, по-моему, Marilyn Monroe, да, называлась бархатная кожа. Я не знаю почему, чтобы вы просто понимали. Я, когда родилась, мама говорит, что первое, что она услышала, что кричали доктора, такие, ой, какая волосатенькая. Ой, какая черненькая, ой, какая волосатенькая. Мама говорит, я, говорит, испугалась, что же там. Говорит, я смотрю, у тебя такая именно черненькая полосочка вот так по спинке и внизу к копчику. Говорит, ой, господи, обезьянка родилась. Вот. Ну, блин, природа дала. Я лазерную эпиляцию делаю, но лазерная эпиляция убирает только черные волосы. Пушковые она не убирает. Поэтому что мы делаем в жизни? Снова-таки принимаем. Либо мы что-то можем исправить, да, это точно то же самое, что я писала о сисях. Либо я могу это исправить, либо я могу это принять. Варианта только два. То есть если я могу это исправить, и я хочу, я исправляю. Если я могу это исправить, но не хочу, я не исправляю, я принимаю. А если я не могу это исправить, что я могу сделать? Я могу просто принимать. Поэтому получается, что моя волосатенькая, пушистенькая попа, спинка, что угодно, это моя фишка, моя изюминка. И Диме это нравилось Андрею тоже вроде все окей Поэтому вообще не вижу Проблемы никакой Это же не про гигиену или еще что-то Это просто про особенность А люди, которые пытаются Этим уколоть Обозначить Тебя вот тыкнуть в твои Какие-то недостатки Посмотри, фу, жопа у тебя волосатая Даже нечего сказать Хотя бы скажу ей, что жопа волосатая Не знаю, что вы пытаетесь Само утвердиться за этот счет Поэтому хочу учиться петь Хочу учиться петь Потому что я знаю, что у меня очень классный слух У меня прям есть слух Голос вообще У меня есть потенциал И я просто хочу для себя Я не хочу, как все блогеры, идти в певцы Выпускать свои треки Мне это не надо Может быть в перспективе я захочу Если вдруг научусь петь Не научусь, может быть я перегорю Не знаю, я вообще И видите, я без таких вот Типа целей Вот я сейчас пойду учиться Выпущу треки Стану известной на весь мир Я все принимаю Я вообще, наверное, самопринимающий человек Которого я знаю, еще Андрей Я типа Ну получится, выгорит и выгорит Ну не выгорит и не выгорит Ну как будет, так и будет Господи, жизнь такая удивительная Прекрасная Она сама мне все дает Сама меня ведет своими путями А я скоро точно сгорю А я этого не хочу Поэтому я думаю, что буду Завершать эфир Да, хочу тверк танцевать У меня это классно получается Потому что есть чем И у меня классная пластика Тоже в этом плане Поэтому Как вы Напишите, пожалуйста Под конец Сохранять такой эфир Или просто тупая болтовня И не надо такое сохранять Как вам кажется Потому что Я да Я-то просто эфир Такой на вайбе Я тут без экспертности Просто мне захотелось С вами пообщаться Просто лежу у себя Кайфу Наслаждаюсь У меня много энергии Много ресурса Сейчас я готова им Делиться Мне вообще Да, поэтому решила Просто выйти Пообщаться с вами Так, уже вижу Два сохранять Нет, точнее Четыре сохранять Два не сохранять Сохранять, да Ну пускай побудет Если будет неинтересно Просто удалю Если что Ну вообще да Я просто Просто Что думала Я знаете Я человек, который Что вижу, то пою Я тоже вчера Это, кстати, с Андреем Обсуждала Обсуждали другую девочку Ну как Ну знаете как Типа Удел обсуждать Других людей Это Удел низких людей Но одно дело Можно обсуждать Именно как Осуждая И о ком-то сплетничать И другое дело Именно в контексте Ну своих каких-то задач Да То есть понять Кто как действует Как ты можешь Подруг Именно в контексте Анализа Мы вчера обсуждали Девочку-блогера Которая очень круто Продумана У нее есть пиар-дел Дельный Который вот прям Все очень грамотно Простроено То есть ей прям Планируют речь Что она где должна Сказать Как она должна Ответить на интервью То есть у нее Все это простроено Настолько грамотно Я понимаю Что это С одной стороны Это офигенно Вот я бы хотела Так уметь А я так не умею Я Я что вижу То пою Я максимально Искренний человек От этого иногда Вгребаю Ну так есть Вот я такая С этим очень сложно Было тоже Мне сниматься В реалити Потому что В реалити Ты должен Вот на синхронах Потом когда записываешь Своё интервью Ты должен Максимально Коротко Сжато Сказать Свою основную мысль Типа вот тезисно А я так не могу Я люблю Вы знаете Меня тогда болтают Туда-сюда Я тогда забегу Там в историю Из детства Расскажу Обо всех Возможных обстоятельствах И такая Где-нибудь Через час Закончу Вот Поэтому это было Мне максимально сложно Я поняла Что вот так говорить Чётко Не от себя Не из глубины своей Не из души Да Мне сложно Я вот Просто Выбалтываю Что мне хочется Вот такая я А всё вы тут знаете Я смотрю Сразу всё-таки Про Краткость Сестра таланта Ну когда-то Да Но слушайте Красиво Говорить Излагать свою мысль Говорить душой Говорить глубоко Анализировать Это тоже как бы Надо уметь Поэтому Ну Это вот Краткость Сестра таланта Это тоже категоричность Типа если ты как бы Краткий Ты типа талантлива А если ты там Говоришь красиво Долго интересно Тут типа получается Нет Ну я думаю Что у всего Есть сно У всего есть сно Всё Всех я вас люблю Обнимаю Целую Вы прекрасные люди Благодарю Что в ваш поздний вечер В мой день Вы провели Это время Со мной Послушали меня Да У каждого Своя фишка У каждого Своя фишка Я согласна Эфир сохраню Лаконично Это навык Вот согласна Да Этому мне надо Учиться Вот тут я прям Признаю Что я хочу этому учиться Что нужно Нужно Это я не умею Где-то нужно быть лаконичной Я сильно распыляюсь Расплываюсь Много воды лью Ну и с другой стороны Я же как бы не эксперт Да Я же там Не политик Не экспертный блогер какой-то Который надо Зайти и выдать Я живая Я девочка просто Я делюсь опытом Я захожу И рассказываю Что хочу У меня по-другому То есть Учиться лаконичности нужно Но это не значит Что плохо Что я вот такая Это не плохо Это просто Я другая